Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! После однодневного перерыва возобновились сражения на Супербет Чесс Классик Очень интересном турнире, который проходит в эти дни в Бухаристе Но перед тем, как приступить к предметному рассказу о том, что случилось Хочу поделиться с вами достаточно свежим с формальной точки зрения, хотя и вполне ожидаемой известий То есть был официально объявлен состав турнира претендентов, который состоится в Мадриде этим летом примерно через месяц Составы выглядят следующим образом Ян Непомничий, Тайбур Раджабов, Ян Шиштов Дуда, Лерезафи Руджав, Фабиана Каравана, Хикару Накамура, Рихард Рапот и Дин Лежень Иными словами, было официально подтверждено, что вместо дисквалифицированного Сергея Корякина В турнир вступает именно Дин Лежень, как шахматист, обладающий наивысшим рейтингом среди всех тех, кто не отобрался по другим линиям Но я не буду напоминать или подробно говорить о том, что Дину нужно было сыграть за два месяца как минимум 26 партий Чтобы выполнить норматив в 30 поединков, которые он должен был сыграть до конца месяца мая Это ему в полной мере удалось, рейтинг у него действительно высокий Второй по текущему показателю после Магнуса Карсена, и он участник этого соревнования Ну а что касается Супер Бет Час Классик, то после пятого тура лидировал, напомню, единолично лидировал Весли Соу Который опережал на пол очка Ливона Роняна, Максим Вашьелограва и Богдана Дяка 20-летнего хозяина поля, румынского гроссмейстера, который явился, на мой взгляд, не только на мой взгляд, главной сенсацией первой части турнира То есть он на равных вел борьбу с самыми-самыми, а все остальные, кроме Дяка, это действительно шахматисты экстракласса, входящие в игровую элиту И он, Богдан Дяк, делил места со второго по четвертой на рубеже плюс один, отставая от Весли Соу всего лишь на пол очка И вот в шестом туре, в очередном шестом туре, между собой встречались, то есть играли Весли Соу с Рихардом Ропотом, Максим Вашьелограв с Ливоном Роняном, Фабиано Каруано с Яном Непомничим Лениер Домингес с Богданом Дяком и Шахрияр Мамедяров с Элли Резой Хируджой Ну вот я думал, какие из этих партий показать по ходу тура было не совсем понятно, что можно считать самым интересным, самым драматическим и так далее Ну в конце концов все-таки сформировалась определенная картина И в общем я начинаю с партии с участием Яна Непомничего, а именно своего поединка против Фабиано Круано То есть между собой встретились в таковом поединке два участника матчей на первенстве мира против Магнуса Карсона двух предыдущих циклов Ну ни тому, ни другому не удалось обыграть Магнуса Фабиано Круано провел основную часть матча, как вы знаете, на равных счет Там был 6-6 после 12 партий Ну а Ян, очень неплохо стартовав, затем вот разводился, не выдержав психологического напряжения И проиграл с крупным счетом с разницей в 4 очка Тем не менее, чем закончится вот этот поединок на Супер Бет Час Классик Было, конечно же, изначально далеко не ясно Фабиано Круано сделал ход с Е2 на Е4, на что Ян ответил Е7 Е5 И стало уже понятно, что будет русская партия Поскольку и тот, и другой, ну в данном случае, конечно, речь идет о Вьяне Предпочитает этот дебют Если не играют, например, с ислянскую защиту на перехват Но когда они встречаются с самыми-самыми опасными соперниками Ну с Магнусом Карсоном или с кем-то из гроссмейстеров экстракласса То вероятность русской партии весьма велика И в данном случае мы это увидели На Е5 берет Фабиано Круано Он уже так поступал И после этого Д4, Д5, слон Д3, конь С6 Вот любопытно, что Ян не помню, что и варьирует Методологию разыгрывания этого варианта черными И в данном случае он решил, видимо, чтобы уйти от каких-то заготовок потенциальных Наметок, которые наверняка имеют в виду Фабиано Круано, выходя на этот поединок Он играет конь С6, рокировка и слон Е7 Порядок именно такой Конь С6 и слон Е7 Ну вот я когда-то практиковал здесь ход слон Ж4 сразу Так поступать можно И на С4 в наглой конь Ф6 вообще не ставил никакие фигуры на линию Е Не скажу, что это очень хорошо Это некий экстрим Но прибегая к подобного рода экстриму Вы имеете шанс Встречаясь с соперником, не слишком глубоко проникшим в тайные позиции Но сыграть на перехват Поскольку у соперника возникает ощущение, что вы рискуете, неадекватно рискуете, что наверняка есть какое-то опровержение Но это дает вам дополнительные шансы Скоро речь идет о человеческих шахматах Но в данном случае слон Е7 Спокойный ход И еще раз напомню, я неоднократно об этом говорил Что в свое время главным и основным, так сказать, ходом считался ход ладья Е1 А также ход С4 Но ладья Е1 Опять же, не буду повторять, какая идея Василия Смыслова привела к тому, что ход ладья Е1 вышел из моды А основным ходом на протяжении долгих лет после этого Оставался ход С4 Черные могут сыграть или конь Ф6 Или вначале конь Б4 Например, конь Ф6, конь С3 Там маркировка Взять НД5 Но у белых давленица чуточку лучше Но не будем вдаваться опять же в подробности Ну, к изумлению Или к удивлению, скажем так, помягче сформулирую Я думаю, и самого Яна Непомнящего И многих любителей шахмат наблюдавших за этой партией вживую Здесь Фавиана Курана играет конь БД2 Ну, чуточку лучше у белых в случае размен Д2 может быть Хотя не думаю, что так уж много Но Ян играет более, не знаю, жестко, принципиально, ответственно, рискованно Можно разные эпитеты использовать Играет с фроной Ф5 И белый играет ферзь Е2 А что следует? Конь Д6 То есть, в общем, не идет здесь Ян Непомнящий на размен вот такой вот Взять НД2 Ну, смысл, видимо, для белых стоит в том Висит на ладья на Е1 Поэтому нельзя брать на Е5 здесь Тогда конь бьет Ф1 То есть, нужно играть с фроной БД2 Размен, размен И вот эта позиция все-таки у белых получше Хотя как-то не очень верится, что можно многого добиться Вот с точки зрения классического взгляда на шахматы, на позицию Единственное, можно сказать, что конь С6 стоит не очень-то хорошо После такой разгрузки в центре И это Ахиллесова 5 позиции черных Поскольку переводить этого коня через поле Б8 куда-то Ну, это уж слишком через чего А куда еще через Е7 переводить? Там срон Д6, конь Е7 Там конь Ж5 появится идея в случае хода срон Д6 То есть, похоже, позиция коварная И на нее не идет Ян Непомнящий, он решает разменять биропольных сронов Отступив конем на поле Д6 Следует удар-удар Ферзь Д3 Деры осуществляют примерно те же самые маневры Но ощущение справедливое Таково, что все-таки здесь для черных позиции более безопасные Чем с ручей размены на Д2 И последующего размена на Д3 Короткая рокировка Конь С5 Вот так вот играет здесь Фабиано Круано Ферзь С8 И здесь любопытный очень момент Дело в том, что, конечно, нормальным продолжением со стороны белых Ну, наверное, был бы ход С3 или что-то в этом духе Позиция на самом деле равная То есть, черные, ну, пережив пару таких тревожных минут Все гармонично, все хорошо сделали Проблем нет А можно взять на Б7 Давайте вот зададимся таким вопросом Можно ли взять на Б7 К чему это приводит В черных есть ход Конь Б4 Который не выигрывает, конечно, партию Но ставит перед белыми уже проблема Потому что белых вручает только такой тактический маневр Ферзь Б3 И на взятие можно сыграть С2, С3 Даже не А3, наверное А именно С2, С3 Фигуру отыграть лучше у белых не будет А если А3 Давайте прикинем, в чем отличаются эти два хода друг от дружки Тогда есть ход Ферзь А6 Который связывает белую пешку А Там позади ладья И нельзя взять на Д6 по причине Нельзя взять, извиняюсь, на Б4 И за Ферзь бьет А1 Можно, конечно, сыграть здесь вот так вот Ж4 Чтобы отогнать коня на Д6 И тогда уже коня можно будет забрать Ферзем Но черные располагают возможностью Конь Х4 Взятие-взятие Теперь у белых после Ферзь Б4 лишняя пешка Но, сыграв Ферзь Е6 Черные переходят в атаку Даже не в контратаку, не в что-то такое А в атаку на белого короля И как ни парадоксально В связи с этим В связи с тем, что нормально защитить пешку стоящую на Ж4 нельзя У черных здесь преимущество Ну, поэтому надо играть С3 Что приводит к равенству Это к вопросу о ходе конь бьет Б7 А нормальный ход С3, наверное Ну, вот Фавиан Курана сыграл С4 И я даже не знаю То ли это просчет какой-то Недочет, точнее сказать То ли вполне осознанное решение Поскольку у белых уже ничего нет Но после С4 Белые превращаются в слабейшую сторону Поскольку черный носит удар Конь Ф бьет Д4 И в случае взятия на Д4 Конь Б4 Подвисает конь на С5 Белые просто теряют пешку Собственно, пешку уже потеряли Ну, это и происходит Ничего лучшего у белых нет Но, правда, после конь Б3 Белые отыгрывают пешку Д5 Так что вот потеря пешки Она такая полуэффективная И можно, конечно, предположить Что Фавиан Курана смирился с тем Что по дебюту он еще не добился Не извлек из дебюта Что черные выиграли теоретическую дуэль Но здесь все-таки, понимаете Ферзь Ж5 Размена-размена Чуточку хуже у белых окончания Вот в ладья Е8 играет Ян Непомнящий Можно, конечно, обсуждать Стоило ли черным сыграть Здесь А7-А5 И попытаться заиграть Ну, не то, что на победу Но поставить проблемам Перед Фавианом Кураной В ладья Е8 менее обидный Менее такой жесткий ход Здесь, правда, есть у черных идеи Конь Б4 На что и сделал ставку Ян Непомнящий Поскольку с пешкой С2 Вроде проблемы у белых Как ее защитить, не отдав линию Е Но на самом деле Вот такой маневр возможен И его осуществляет Очень точный маневр Слон Д2 Прикрывающий поле Е1 Так как иначе В случае А3 взятия на С2 Черные могли бы сыграть Ладья Е1 Остаться с лишней пешкой И почти выигрышной позицией После размены ладей А тут Ладья Е1 невозможно Нужно брать Ладья идет на поле С1 Пешка С7 Ну, куда коню отступить? Главный вопрос То есть, вроде как На Д4 надо наступать Тогда после разбеда и размены Потеряется пешка, стоящая на поле С7 И черные не смогут Торгнуться своей ладьей Поскольку у них Восьмой ряд тоже слаб И они первыми получат Мак по этому восьмому ряду Это по поводу Хода конь Д4 Размена Д4 Слон Д4 Взятие на С7 Если черные вторгаются То ладья С8 Шаг Ну, в черных есть маневр Другой Сразу ладья Е2 Цепляясь к пешке, стоящей на поле Ф2 Вот это очень интересный момент Поскольку Ну, могло создаться впечатление Сложилось впечатление Что черные близки к успеху Так как слон с Д2 Уйти никуда не может Угрожает отскок Ладьей с Ф2 Но главная угроза Это взятие На Д2 Уйти в угол король не может За ладья Ф1 Мат Что делать? Ну, белых выручает Простой ход конь С5 Перекрывающий диагональ Страшную и ужасную Черные обязаны Чтобы не потерять материал Не остаться без материала Взять на С5 Взять на Д2 Взятие на С7 H7 H5 Потому что Что делать? Потому что Восьмой ряд У черных слаб В случае ладья Б2 Ладья С8 Мат Нужно форточку делать Ладья Б7 H4 А4 Но на самом деле Это уже преддверие Неминуемой ничьей Материальное равенство Король Ф7 Б3 Ладья Б2 Взятие Взятие Ладья Б5 Ладья идет на поле Б4 Черный защищает пешку H4 с помощью G5 Ну и дальше Через несколько годов Началось повторение позиций Потому что никто Выиграть здесь заведомо не может Позиции равны Соперники согласились На ничью То есть по-своему Любопытный поединок Но все же Ничего такого Сверхдраматичного В нем не произошло Я не помню Еще уверенно Выиграл дебютную дуэль В русской партии С позиции силы Даже слегка Так сделал ничью Но Фабиана Курана Очередной раз Немножко не получилось Но он так Словно нащупывает Какие-то Пытается нащупать Слабые места В репертуаре Или в замыслах Соперника И в большинстве случаев Это не удается Фабиана Курана Поэтому большинство партий Заканчивают ничью Ну а Центральная В каком-то смысле Партия этого тура Шестого тура Оказался поединок Между Максимом Вашхерографом Одним из виселидеров И Ливоном Роняном Другим Шахматистом Предствующим на Высокое положение В турнирной таблице Максим Вашхерограф Играл белыми фигурами И в силу хотя бы Этого обстоятельства Он наверное Ну мечтал Или Подумывал Надеялся Сыграть на победу Итак Д4 Вот так играет Максим Вашхерограф Что вообще довольно странно Потому что Главный ход у него Это Е2 Е4 Но вот в данном случае Д4 Затем С4 И конь С3 Допуская ход Слон Б4 Хотя в защите Немцовича Все таки Главным репертуарным оружием Ливона Роняна Является защита Рогозина То есть я так как бы Интерпретирую Или утверждаю Намекаю Что защита Рогозина Является Частным случаем Защиты Немцовича Что в общем Соответствует действительности Другое дело Что защиту Рогозина Можно получить при разном Порядке ходов Но действительно Д5 играет здесь Ливон Ронян Так сказать Решил тряхнуть Стариной Слон Ж5 И ДС Ну вот интересно Что Немножко Не своим Так сказать Нетрадиционным путем Идет здесь Ливон Ронян Может быть Вот тем самым Пойдя на эту Систему Он сбил С подготовки И даже Слегка смутил Максима Вашьера Грава Дело в том Что Ну известный вариант Е4 С5 Слон С4 Взятие НД4 Конь Д4 Взятие НД3 Взятие Взятие И ферзь А5 Атакую И пешку Стоящую на поле С3 Кроме того Подвисает здесь Белый слон Стоящий на поле Ж5 Но белый Обязан идти По магистрального Пути То есть Слон Б5 Шах Вводя слона Из-под удара Конь Д7 И взятие На Ф6 Ну черные Разумеется Промежутки Берут С3 И главный ход За белый Здесь Король Аш1 И на взятие Скажем Можно Аш4 Сыграть И дальше Начинается Теоретическая Дуэль Какая-то Здесь много Анализов Имеется Считается Что белый Чуточку лучше Но при правильной Аккуратной Игре Черные Должны Нитрализовать Давление Соперника Ну вот По той или иной Причине Неведомой Нам Максим Ашьянограф Играет Король Е2 Ход Экзотический Ход На первый взгляд И на второй Тоже странный Ну Если у белых Здесь что-то Могут ли они Претендовать На преимущество Скорее всего Все-таки Ход не оптимальный Но интересный Уж точно интересный У черных Есть возможность Сделать Вместо хода ЖФ Промежуточный Дать шаг С Б2 И это правильное решение Поскольку Ферзь Переходит На более удачную Позицию Белый Играет Ферзь Как-то по-другому Ну Скажем Король Е3 Вот Король Е3 По-видимому Если бы он был сделан Вынудил бы Черных Дать шаг С С3 Побудил бы Дать шаг С С3 На король Ферзь Б2 Предлагая Сделать ничью То есть Пойдя на троекратное Повторение позиции А если же Ф Давайте Прикинем Если же Ф Ну Белые Могли бы Тогда сыграть Ферзь С1 Фактически Вынудить Тем самым Размен Ферзей На поле С1 И после этого Несмотря на отсутствие Пешки У белых Лучше Поскольку Ну Чуточку Лучше Поскольку Они постоянно Вторгаются В лагерь соперника И избежать Это черным Невозможно У белых Король Кстати На Е3 Отличный Сейчас Ну Наверное Ничья Делается По саркировке Все-таки Но Белые Здесь символически Сильнейшая Страна Это По поводу Хода Корония Которая Однако Позволял Черным Повторить позицию С помощью Ферзь С3 Король Н2 И Ферзь Б2 А в партии Был сделан Ход Ферзь Д2 То же самое Но худший Для белых Редакции Поскольку Король стоит На Д2 А не на Е3 Жев И белые И играют Ладья АЦ1 При короле На Е3 У белых Получше А здесь Не лучше Вот важнейший Темп На самом деле Черные делают Ту же самую Рокировку И отмечу Что нельзя Брать на С8 Вроде Можно взять Взять На Д7 Впечатление Такое Но это Зимок Или Просто подставка Фигуры После хода На Д8 Две фигуры По линии Д Одна из них Теряется Слона Ступает И теряется Конь на Д4 Поэтому С8 Брать нельзя Белые Вторгаются Все логично Черные отвечают Ладья АД8 И вот Важнейшего Темпа Белым не хватает Король А3 Вот в том варианте Здесь бы был ход Белых Это очень важно А тут ход Черных И поэтому После хода Конь Б6 У них У черных Лучше Они сильнейшая Сторона И не совсем Понятно Честно говоря На что Рассчитывал Максим Вашхилограф И Диана Все это Разветвление То есть Белые должны Бороться За уравнение За нейтрализацию Лишней пешки Соперника Правда У белых Активные фигуры И вроде бы Это Достаточные Компенсации Да Достаточные Чтобы убежать На ничью Но не более того Конь Б3 Ф5 Ну Черные Выправляют пешки Меняют свою пешку Ф на пешку Е Дело в том Что ни Е4 Е5 Невзятие на Е5 Невозможно Из-за хода Конь Д5 Шах Вилка И теряется ладья Поэтому нужно играть Ну например Слон Д3 Отводить уже Фигуры Ладья Б8 Хладнокровное продолжение По прежнему нельзя брать На Е5 Из-за конь Д5 Шах Черные защитили Пешку стоящего на поле Б7 И готовы активизировать Слона Вывести его с полица Восемь Сразу или постепенно Ф4 И Ну может быть Ф4 Не тот ход Может быть Какой-то остаточный оптимизм Сохранялся У Максима Вашьелограва Он надеялся Сыграть не только на ничью Но и на победу И это Вот Психологическая ошибка Как известно Не за то Отец сына бил Что играл за то Что отыгрывался И вот тут вот Желание сыграть через Не могу И худшую объективную позицию Продолжать играть На победу На преимущество Ну погубило во многом Максима Вашьелограва Поскольку Отличнейшая Великолепная реакция Левона Ароняна Е6 Е5 Приводит к тому Что черные захватывают Инициативу уже Самым жестким образом По-прежнему на Е5 Брать нельзя По причине Конь Д5 Поэтому взятие на Е5 Черные играют Ф5 Ф4 Пешка неуязвима Поскольку подвеснет Слон на Д3 Его должен защищать король Король должен отступить Причем на Д2 Чтобы слон уже 4 шаг не было В случае король Д2 Теперь слон Е6 Угрожает вторжение На поле С4 Слон С4 Но король убегает И здесь В этой худшей для себя Существенно худшей позиции Белые проиграли в один ход Вот после король Д2 Просто у черных преимущество Сколько оно велико Там конь Д7 Можно сыграть Например там Конь Д4 Взять на Е5 Может быть лучше для белых Перейти в такую позицию Без пешки У черных великолепный конь Ну может быть даже Почти технически выигрышная Позиция у черных Но поработать черным Пришлось бы очень-очень серьезно А вместо этого Вперед в центр Решительно пошел Максим Вашьерограф Ну и проиграл в один ход После хода Конь А4 ответа То есть ходом Конь А4 Черный конь отнимает Поле Ц3 у белого короля Контролирует он Поле Ц5 И угрожает Ладья Д8 мат И от этого мата Нет защиты То есть можно сыграть Слон Ц4 Отдать слона Убежать королем назад Но без фигуры Ничто белым не светит Так Ливон Ароняна Одержал черными Такую 25-ходовую Быструю победу Ну конечно Неожиданный совершенно Оборот Поворот дел Никто такого Думаю не ожидал Но Ливона Ароняна Можно поздравить С безупречной игрой Чего нельзя сказать О его сопернике Максиме Вашьелограве Лениер Дамедгис Против Богдана Дяка Очередной Так сказать Пункт Нашей программы Очередная страничка Ну Богдан Дяк Конечно Главная сенсация Турнира Играл он Не только Результативно Хорошо Не то что результативно Качественно Ну и просто Хорошо Вот А Лениер Дамедгис Ну шахматист Прекрасный Конечно Хотя С другой стороны На фоне Других Суперкрасмейстеров Участвующих В этом соревновании Как-то особо Он не выделялся То есть Он не главным В числе фаворитов Был безусловно Но тут Награется Одним из лидеров Вице-лидеров Точнее Богдан Дяком И конечно Хочет его победить Такова так сказать Оценка Вполне естественная Наверное Он хотел Молодого шахматиста Оппонента Своего прыгнувшего Или пытающегося Прыгнуть Выше головы Обыграть Как этого добиться Ну Первый ход Лениера Дамедгиса Ожидаемый Е2 и 4 Это главное Его оружие С7 С5 Ответ Богдан Дяка Конь Ф3 Д6 Д4 Взятие-взятие Конь Ф6 Конь С3 И на А6 Слон Е3 Ну так Чаще всего Дамедгис в этой позиции Играет Мне кажется Пару раз он играл Слон Ж5 Но нет Слон Е3 конечно То есть он Вот В каком-то смысле Классик Но это так называемая Английская система Она была невероятно Популярна В конце 90-х И в начале 2000-х годов Нулевых годов Сейчас из моды Она вышла Но соперникам Лениера Дамедгиса Которые Предпочитают Или пытаются Разыграть Систему Найдерфа Частенько Приходится мучиться Все-таки Чутье Ощущение Чувства позиции В этом разветвлении У Лениера Дамедгиса Очень хорошее Е5 Конь Б3 Слон Е6 Ф2 Ф3 Н7 Н5 Опять же Один из стандартных ходов Поскольку нужно То есть хотелось бы Вспрепятствовать Плану Белых Связанному с продвижением Ж2 Ж4 Ход Д5 Здесь не решает всех проблем Поскольку выясняется Ну известно Что после разгрузки в центре У Белых Преимущество В окончании Лимитрешпиле В зависимости от того В окончании Поскольку размен ферзей Не минуем Или на поле Д5 Или на поле Д8 Н5 Опять же Классика жанра Конь Д5 Как обычно По подобных позиций Играет Ленина Доминго Взятие-взятие Конь Д7 Ферзь Д2 И Ж7-Ж6 На самом деле Если посмотреть Вот так Непредвзятым Незамутненным взглядом На позицию То понятно Что черные С точки зрения Гармонии И расположения своих сил Основные задачи Свои выполнили Но тем не менее У Белых За счет двух слонов Все-таки получше То есть черные Ставят их Аля на П6 Сразу атакуют После длинной Ракировки Пешку Д5 Пешку эту Трудно защитить Но можно конечно Играть Слон-Ж5 Но Король Б1 Предпочитает Поступить по-другому В этом положении Ленина Домингес А вот Что такое Слон-Ж5 Здесь Давайте я вернусь К этой позиции Ну Слон-Ж5 Конечно Это некая уступка Психологическая Но ход может быть Правильный Черным Не удалось бы Взять на Д5 Тогда На Конь Б Бьет Д5 Можно Ферзь бьет Д5 Ответь Конь бьет Д5 Взять на Д8 Радья бьет Д5 У Белых две фигуры За Радью И видимо Это просто лишняя фигура Неправильно оценил Материальные соотношения После Конь бьет Д5 Конь Бьет Д5 Ферзь бьет Д5 Ферзь бьет Д5 Слон-Ж5 Просто лишняя фигура У Белых Поэтому лучший ход Здесь был бы Слон Е7 Но Белые могут так Позиционно ответить Х2, Х4 Отставляя пешку Д5 Под ударом И надеясь Развить сильную инициативу Например Конь бьет Д5 Их король Б1 Вот Что-то похожее на то Что случилось Или могло случиться в партии В партии сразу было сыграно Конь в король Б1 То есть пешку Д5 Оставляет в чистую Под боем Не пытаясь за нее побороться Ленинер Домингес Конь Бьет Д5 И слон-Ж5 Очень похожая позиция Слон Е7 И А2, А3 То есть можно было сыграть Х4 Тем более, что какие-то комбинации Типа конь Е4 Слон-Ж5 Не актуальны Невозможно Черные потеряют фигуру Коня на Д5 Ферзь Сосиль Тоже все логично Ж2, Ж3 Ладья Д8 И слон Д3 Позиция сложная У белых Очень хорошая компенсация за пешку Лидер Домингес Не в первый раз В своей практике Поступает таким Или аналогичным образом То есть жертвует позиционную пешку В этом разветвлении Пешку Д5 И делает ставку На какую-то долгосрочную атаку Черный конь отступает Что тоже логично Конь Д5 Загораживает дорогу пешки И вообще мешается А тут он на С4 подумывает Может бы прыгнуть Ну и черный Опять же подумывает Хотя вряд ли они хотят сделать Этот ход быстро Сразу Ход Д6 Д5 Ладья Е1 Препятствуя любым Таким идеям Типа Д6 Д5 Но Д5 все равно следует То есть белый Вроде как воспрепятствует Этому ходу Но лишь частично Ну это Хотя бы отчасти игра с огнем Конечно Пешка на Е5 Может превратиться в объект атаки И он играет ферзь Е2 Атакует ее в лоб Черный отвечает Конь БД7 Может быть черным стоило сыграть Конь ФД7 Вопрос сложный Конь ФД7 Такая интересная альтернатива Скорее всего Размен на Е7 Можно сыграть И Ф4 И теперь Е4 Играть опасно А если король Ф8 Отыгрывается пешка Но черным порядок После короля Ф8 И ладья Е8 После короля Ф8 Взятие на Е5 И ладья Е8 Черный порядок Король легко уходит С опасной зоны А у белых Слабость на Е5 Поэтому здесь Черных скорее лучше Чем хуже А вот интересный вопрос А Е4 здесь сыграть можно? Сделать вот такой вот ход Е4 Как вообще Котируется этот ход? Тогда белые сыграли бы Ф5 Или нет? Знаете, скорее всего Это пожертвовать чигуру надо Пожертвовать чигуру То есть то, что лежит на поверхности Взятие Взятие Король идет на Е8 Мы вторгаемся на Е7 Я с точки зрения Берк рассуждаю И затем играем Конь С5 Завязывая соперника По рукам и ногам На поле Д7 Бить ферзем Невыгодно из-за взятия На Д8 Ну, есть ход Конь С8 Вот такой Но это отдача Материала И попытка убежать Без спешки На ничью Дело в том, что Черные не могут развязаться Нет хода короля Ж7 За конь Е6 Шах А на поле Д7 Может развернуться Катастрофа То есть вот такая идея У белых Была, конечно И может быть поэтому Лучше было сыграть То есть Конь ФД7 Может быть поэтому Не решился сыграть По-другому Надо формулировать Богдан Дяк Сыграл конь БД7 Теперь С4 Ну, подрыв С другого края Рокировка И взять На Д5 И у белых Становится уже Позиция лучше То есть В пешку они отыграли Бить на Д5 Хочется Ну и нужно Вот В ответ Белые играют Слон А6 Развивают инициативу Потом Родиа С1 Атакуют Ферзь Ферзя отгоняют Вот надо ли так было поступать Очень странным решением Но, видимо, мудрым Явался ход Ферзь С2 Предлагая Ферзями поменяться И угрожает еще Слон БДЖ6 Поэтому Самое разумное для черных Парировать эту угрозу И меняться не сразу Тогда по центру Белые разобьют давление Отыграть пешку У них будет лучше Сыграть Король Х7 Вот скажем Отступление назад И как ни странно Несмотря на отсутствие пешки У Белых полная компенсация И, наверное, чуточку лучшая позиция То есть угрожает Слон БДЖ6 И взять НД5 Вот можно ли как-то Это дело парировать Ну, если отступить Конем С поля Д7 Тогда после размина С7 Потеряется пешка Е5 Ладья бьет Е5 После размина С7 Если Конь ДФ6, например Если отступить Конем С поля Д5 Без защиты останется Ферзь То есть вроде как Надо брать Самое естественное Слон Бьет С2 Ну и теперь что-то Надо делать с Конями Ну вот можно ли, скажем Отступить Конем Пятым на Ф6 Ну и Белые просто играют Аш3, потом Ж4 И оказывается Такая странная штука Что, несмотря на отсутствие пешки Белые за счет Активности своих фигур И невозможности для Черных Как-то эффективно Перегруппироваться Стоят лучше Белые, а не Черные То есть там И Ж4 идея И перевод Коня через Д2 Кланируется С4 на Е4 То есть вот такая Странная игра Могла бы начаться После хода Ферзь С2 Ну более человеческий ход Конечно Ладья Ц1 Не меняем Ферзей При отсутствии пешки Играем на атаку А Ферзи необходимы При игре на атаку Ну ход Неудачный Ладья Ц1 Поскольку теперь Ну вот после А4 Тем более И хода Б5 У Черных становится Лучшая игра То есть вот Пожертвовав пешку Белые свернули Куда не надо А Хоном Конь Д2 Просто дают Черным Заметное преимущество Конь Ц5 играет Черный Здоровый Дяк И вот в этот момент Стало казаться Что возможно Молодой румынский Горсмейстер Выиграет партию Выйдет в плюс 2 Догонит в ССО И станет одним из лидеров турнира У Черных просто лучше Конь Е4 Взятельный Е4 Слон Гет Е4 И Ферзь Е6 За пешку Что-то у белых Может и есть компенсация Но не полная Безусловно Слон Ц2 И правильным ходом Был Конь Б6 Конь Хотел Конь ДБ6 Просто один Конь остался Конь Б6 У Черных получше Хотя этим ходом Они отдают пешку на Е5 Ну вот после Ферзь Бег Е5 Черные меняются И вторгаются Конем на Ц4 И развивают Атаку Инициативу Не знаю То есть их фигуры Ценой отдачи пешки Обрели полную гармонию Белые конечно могут Чтобы не выпускать Черного Срана На поле Ф6 Что для белых Очень неприятно Если Радья отступит Слон Ф6 На Б2 Подвесен пешка Ну можно отыграть То есть пожертвовать качество Тут же его отыграть Ходом Слон Ж5 Ну и в общем Наверное все-таки Причайник мерной гавани С позиции слабости Ну скажем Отступление Размен на Д8 Размен на Д8 И позиция У Черных получше За счет сильного коня Ну ослабленного фланга Королевского В смысле пешек Ну скорее всего Это ничья Слон Е4 Можно сыграть Спровоцировал соперника Хотя у Черных получше Все-таки Вот Ну и с ухода Конь Б6 И продолжение игры С позиции силы Богдан Дяк решил Что настало время Для того чтобы Решительно пойти вперед И он нанес удар Слон бьет А3 Красивый удар Но ошибочный То есть на БЦ Последовало бы Конь С3 шаг И вилка С потерей белого ферзя Если БЦ Тогда Конь С3 шаг Можно сыграть Слон Б3 У белых не хватает Двух пешек Но их фигуры оживают Слон Ф8 Предлагая размен Слонов И Слон Ж5 Атакую ладью И когда ладья идет на Д6 Белый играет к ладья Д1 Завязывая Вот таким вот узлом Коня на поле Д5 Опять же Две пешки Лишние У Черных Это серьезный аргумент Но Консолидироваться Как-то перегруппироваться Там ведь угрожает Ну может быть и ферзь Е4 Просто с выигрышем материала На Ф5 Ферзь Беда Д5 Можно сыграть Будет ход за белыми Вот сыграл я так вот Правда там по Ф6 Есть ход Надо думать Куда поставить ферзя И как атаковать Этого коня Хотя ферзь Е4 Тоже конечно Неплохой аргумент Но то что Черные могут сыграть Ферзь Е5 Вроде бы Вручают их Именно так поступает Здесь Богдан Дяк Белый отвечает Ферзь Е4 Как не в чем-то бывало То есть Предлагают Размен ферзей И в случае Этого размена Который не последовал И отступление Коня на В6 Белые меняются На Д6 А затем Играют в ладья С6 Но добиваясь Выгод определенных То есть И смотря на две лишние пешки У черных Висит слон И висит конь Нужно играть Конь С8 Теперь ладья Белый отыграли Слон на Б3 Очень сильный У оппонента у него нет Пешка Ф7 Хроническая слабость Поэтому у белых Чуточку лучше Скажем Король Ж7 В ладья С6 Сковываем Фигура соперника И продолжаем добить С лучшими шансами у белых Хотя наверное Черные защититься должны Это к вопросу А взятие на Е4 Ну на которое Дяг не пошел Он вступил Коньон на Б6 И этот код разумен То есть Черные Имея две лишние пешки Поддерживают Примерное равновесие Взятие на Д6 Взятие на Д6 Ладья С6 Те же самые идеи Но черные на Е4 Не меняются Пытаются в метрешпиле Продолжить Борьбу Несопротивление Хотел продолжить сопротивление Ну почему сопротивление Все-таки две лишние пешки Основания серьезные Чтобы не считать себя Словейшей стороной Ладья Веда6 То же самое Взятие на Е4 Король Ж7 Размен на Е5 Как вы понимаете На руку черным Поскольку они консолидируются Образуют там Ну почти проходные По линии Е Там Е5 Е4 Один ход До образования Проходной по центру Ну тут Ферзь Д7 И Ферзь Д7 Видимо ход все-таки Не совсем правильный А правильно было сыграть Ф7 Ф6 С хорошими шансами На защиту Ну примерное равенство На самом деле Слон Д2 Там как-то можно отвести Слона Играть вот такую Сложную игру То есть атаки На черного короля Здесь нет Ферзь Ф5 Взять и взять Это Слод Б4 Компенсация за одну пешку Берлок полная Но не более того А было сыгранной Ферзь Д7 Опять же Одна пешка лишняя У черных Но Берлок отвечает Ферзь Д5 И поддавливает Е4 Ради этого собственно Маневра И затеял все это Дяг Поскольку там Ради Е5 Идея возникает Берлок отводит Слона Поскольку на взятие Следует действительно На взятие на Е4 Следует Ради Е5 Вопрос Стоило ли черного Бояться этого Это вопрос отдельный Потому что здесь Можно сыграть Ладья Бьет Д6 Вот так вот Хитрость в чем состоит Что идея Слона Ф6 появляется Но ладья подвисает Сейчас Скажем если ферзь Если ферзь бьет Д6 То ферзь бьет Ф7 И маг следующий ход Нельзя брать Сюда А если ладья бьет Д5 То промежуточный шаг С Ф6 Белым очень сильно помогает Король Х7 И взятие на Д5 Ладьей Продолжая игру При таком материальном соотношении Ладья и два слона Против ферзя и коня Но у белых Очень сильные слоны И поэтому у них не хуже Хотя видимо Не лучше В варианте Например ферзь Б7 Потому что Что еще делать Но если ферзь Е6 То ладья бьет Х5 Кстати Ферзь Е6 Ладья бьет Х5 Жажа взятие на Е6 А если ферзь С6 С ферзь С6 То можно просто Пришпилить позицию черных С помощью ходов Е4 Е5 Никого никуда вывести Черные не могут Все у белых защищено Идея ладья Д5 С идеей потом ладья Х8 Мат очень сильна Вот Ну ферзь Б7 Здесь сильнейший ход Ну тогда белые играют Ладья Д8 Наверное Потому что здесь Е5 уже не столь сильно По причине Конь Е7 Ладья Д8 И конь Ж8 При ферзь Б7 Можно сочетить такой маневр Защититься Угроза взятия на Ф6 Не лучше все равно После ладья Кладья Ф8 И черных Но и не хуже То есть они могут дать шах Чтобы не допустить Взятия на Ф7 С выигрышем ферзя Затем взять на Ф6 ЕФ И возникает вот такая вот позиция На первый взгляд Конечно она в пользу В пользу белых Все-таки пешка Ф7 Дорогого стоит Но оказывается Что выиграть эту позицию нельзя Но ладья А7 Вроде логичный ход Чтобы прикрыться от шахов Там ферзь А5 Ферзь Е1 Пешка Ф проходная Сильна Но после ферзь Д4 Висит пешка Висит ладья Ну скажем вот так вот Теперь можно сыграть Ферзь Е4 И наверное Черные удерживают Эту позицию Сильнейшей стороной Наверное Нужно считать Признать здесь белым Белых Но в ферзи ничего не проходит Двинуть пешку вперед Например Тогда просто король Ж7 И вход с А8 Не годится Ну а белым Трудно перегруппировать Свои фигуры Таким образом Чтобы и не допустить Вечного шаха И создать угрозу Протокопрохождение Пешки в ферзи Скажем там Ладья А6 Тогда шах Король отступает Теперь шах с А1 И вряд ли белые Могут играть на победу Вперед идти На С2 А если король А2 То вечный шах Вот такие вот Неоднозначные варианты В случае ФЕ Ну может быть Ход так белым Стоило поступить Но играет на выигрыш Ленинер Домингис Отступает Оценить этот ход Как худший Чем ФЕ Я не могу Позиция и там И там Примерно равная Сложная Белые символически Остаются сильнейшей стороной Атакующий Вот с рунда 4 Ф6 Теперь ферзи бьет Ф3 За всего лишь Одну пешку Белые Сохраняют инициативу Но черные Проиграть объективно Не должны Вот здесь Надо ли было играть В ладья А8 Нет Не надо было Надо было Разменять ферзей Вот так вот Дать шаг Разменять ферзей На поле Ф5 У черных Конечно порченные пешки Но Не будем звывать Что у белых Слабая пешка Даже 3 А пешки Ф По линии Ф могут ожить Ну скажем Слон Е5 Одна из идей черных Если попытаться Как-то поддавить На пешку Ф5 С помощью хода Слон С2 То можно сыграть Ладья А8 И в случае Хода взятия На Ф5 Такого естественного В чем В распоряжении черных Такой вот вилкой И они выигрывают То есть ход Ладья А8 Защищающий Слон Д6 Это Ход Который Парирует угрозу Слон Е5 И здесь ничего На самом деле У белых нет У черных тоже нет Позиция примерно равная Но Вот так стоило сыграть Дяку Сыграть Ферзь Д8 Ферзь А5 И тогда Все у него было бы нормально Скорее всего Партия закончилась Ничью Если бы никто не ошибся В дальнейшем Но был сыгран Ладья А8 Собственно Ладья А8 Это 40-ой контрольный ход Здесь на турнире используется Фидовский контроль Полтора часа На 40 кодов И потом 30 минут До конца партии Причем После каждого хода Добавляется по 30 секунд То есть Полтора часа на 40 Это час 50 Как бы Вот Но Все равно Как вы понимаете К 40-ому ходу Времени обычно остается Мало у соперников В данном случае У черных У Богдана Дяка Который сделал Вот такой вот Импульсивный Защитительный ход Ладья А8 И у белых Стало лучше Ферзь Д5 Правильный ход Здесь был Ладья А8 Упорно сопротивляясь Это был уже 41-й ход И ошибаться Дяку было Совершенно не обязательно Но он ошибся Он сделал ход Ферзь Е7 Пытаясь перегруппироваться Все вроде бы логично И Собственно После Ферзь Е6 Оказалось Что Хуже у черных Правильным ходом Здесь было Слон Бюрджа 3 Шансами На успешную защиту После Слон С5 То есть ход Слон С5 Здесь вот В этом варианте Выигрывает за белых качество Ферзь бьет Е6 Например И взятие на Ф8 Ну Много это или мало Две пешки За качество у черных Слон бьет Е6 Играют белый Черный конь Встает на сильную позицию На Д6 Откуда защищает пешку Б5 Ее так просто не выиграете Две связанные проходные Вот-вот образуются на фланге И в общем Наверное Черные объективно здесь стоят Вполне приемлемо И скорее всего Проиграть не должны Но вместо хода Слон Бюрджа 3 Дяг допустил еще одну неточность Может быть предыдущий ход в свете Возможности Слон Бюрджа 3 Даже не следует считать неточностью Одной из возможностей Более-менее равноценной А Дяг сыграл Ферзь Д8 Но это уже просто зевок Очевидно То есть Радья бьет С8 Взятие Взятие НД6 Возникает такая позиция С двумя слонами За Радью и пешку Но черный плохой король При Ферзь Дяг Все это позиции технически выигрышные Просто из примерно равной сложнейшей позиции Стала позиция Выигрышные технически для белых Давайте посмотрим Как реализовывал свое преимущество Ленинер Домингес Ну Здесь важно что отметить Если Ферзь Е8 Тогда Слон бьет Ф6 И теряется Ферзь Ну если Радья бьет Ф6 А если вот так Тогда переходим в окончание И легко выигрываем его Ставим Слону на Ф4 Подтягиваем короля Атакуем пешку Б5 Выигрываем ее И выигрываем партию Если Радья Е8 Тогда Слон бьет Ф6 И действительно здесь уже теряется материал Вот такой вот И вечного шаха нет Вообще шахов мало И можно сдаться черными Был соберен на короле Аш7 Теперь Слон Д5 Ферзь Б6 Ну интересно что Аши начал ошибаться В какой-то момент Немножечко Допускать неточность Ленинер Домингес И В общем Судьба партии То есть исход партии Стала не совсем ясен Ферзь Е7 выигрывал чисто технически Однозначно Потому что Меняйся, не меняйся Все равно придется пойти на уступки В случае размены Взять НД7 Весить пешку на Б5 Нельзя играть в Радея Д8 И на Слон Бет Ф6 Вот такой вариант Нельзя играть в Радея Д8 И на Слон Бет Ф6 А тут Слон Бет Ф5 Выиграли пешку Проходная Сбоку И легко выигрышная Совсем легко выигрышная Позиция у Белого Но было сыграно Слон Б3 То есть Вот Пытается сыграть как бы на атаку На усиление игры И так далее Ну вот Может быть стоит черным Сыграть в Радея Д8 Здесь Очень странный ход Не бросающийся в глаза Оставляющий Снимающий один удар Одну защиту с пешки Ф6 Но воспользоваться Белом Очень трудно Этим обстоятельством Например Ферзь Д4 Тогда просто Король Ж7 Консолидировались Ну и Не так легко пробиться Вот А было сыграно Ферзь Ф3 На что Последовало Слон Е6 То есть На ошибку На неточность соперника Богдан Дяка Ленинер Домингис Ответил своей ошибкой Правильное решение Удивительное По своей парадоксальности Кстати Вот здесь стоит отметить После Слон С3 Надо сказать А я как-то не обратил Вашего внимания Сразу на это Если Ладья А8 Выигрывая как бы Ферзя То на самом деле Теряется фигура Из-за Слон Бетов 6 Шах Поле Ж8 контролирует Слон Сб3 Поле А7 С Ферзем Са7 Поэтому надо играть Ферзь Бетов 6 Но черные просто Таким образом отдали Качество и пешку И могут сдаться То есть Ладья А8 Не годится Ферзь Ф3 сыграна И теперь правильным ходом За Белом Был ход Король А3 Опять же По-прежнему Парируется угроза Ладья А8 По причине Слон Бетов 6 Шах Некуда Убегать Королем Нужно бить на Ф6 И Белый выиграет А если нет Если играть по-другому То Белый Король Дет вперед Смело на Б4 Уходит в запасной зоны Ладья А8 Идея снимается И полный Полный каюк Например Ферзь С6 Может ли Как-то еще играть Может ли брать На Ж3 Например Вот что будет В случае взять На Ж3 Давайте я возьму На Ж3 Тогда Белый развивает Решающую атаку С помощью хода Слон Бетов 6 Они просто матуются Кородя соперника Надо брать Шах по 8-му ряду В поле А8 Надо идти куда-то вперед Неважно куда Дается шах Ну и после отхода Король А6 Дается мат Поле А8 То есть Вот такой тактический мотив Позволял Белому Выиграть почти форсированно В случае хода Ферзь С6 Следует Ферзь Д7 И усиление позиции Поскольку король Белых Может очень спокойно Смерно выйти На поле Б4 Тогда любые размены Ферзей Абсолютно выигрышные для Белых Пешка Б5 Слаба На Б4 Как ни парадоксально Впреки всяким правилам Король Белых Стоит абсолютно надежно Под прикрытием Пешки Черных Своих слонов И ферзя Ну будут сыграны Слон Е6 Это Серьезный недочет Со стороны Ленира Домингеса И Черные могли Сыграв Ладья Е8 Видимо сделать Ничью Или почти ничью В чем здесь хитрость После Ладья Е8 Ну если отступить на Б3 То черные играют Б4 Черные играют Б4 И нельзя взять на Б4 По причине Ладья Е8 Теперь уже нет шага Удара на Ф6 Слон Б4 Ладья Е8 А если слон Д4 Тогда ферзь С6 Черные консолидировались Белый король зажат Выйти никуда он не может Активность белых фигур Незначительно Ну Скажем Можно сыграть Слон А4 Тогда шаг Вернулся назад Ферзь С6 Может быть это вот Ничья такая Объективно уже вытекающая Из оценки позиций Как ни странно Нельзя здесь сыграть Мы только что бегло Посмотрели ход слон Д3 Нельзя здесь сыграть Срон Ф7 По причине Ладья Е8 Тоже Вот тот самый мотив Здесь можно конечно Ударить на Ф6 Но в данном случае Поди А7 Доступны для черного короля Но если у слон Д5 Шаг Открытый шаг Тогда ферзь бьет А7 Ферзь завязан Ферзь теряется Черных выигрышная позиция Ну и наконец Сильнейший ход Ферзь А7 Тогда ферзь А8 Шаг Если король Б3 Тумат в один ход На всякий случай Вперед не надо идти Ну а седь назад Тогда ферзь Е4 Король С1 Бить нельзя На Е6 И заслон Бет Ф6 Но можно дать шаг И это вечный шаг Белому королю И получается ничья То есть вот Имер возможно с ходом Родья Е8 Спасти Богдан Дяк Эту очень тяжело Складывающуюся Сленевую партию Где он зевнул До этого имер хорошую позицию Потом зевнул И позиция стала бы плохой Но дал Ленинер Дамингис Шанс сопернику А вместо этого Дяк сыграл Б4 Пытаясь сбить Слона С сильной позиции На С3 Но бить то Не выгодно По причине Там ферзь Е4 Да нет Не ферзь Е4 Шаг Родья А8 Конечно Слона Б4 Родья А8 Вот Слон Д4 Теперь же Родья А8 Не идет за взятие на Ф6 Но зато Родья Д8 Вроде все у черных хорошо А на самом деле Не очень-то хорошо То есть даже Можно сказать плохо У белых снова решающее преимущество Родья А8 Переход Б3 Видимо фиксировал Решающее преимущество Белых На Ферзь Ж2 Разумеется Не надо играть Слон Б2 По причине Родья А8 Слон теперь завязан Белых На Б2 Нельзя играть Слон Б6 И белые потеряли ферзя Но можно сыграть Король А1 И шаги Кончаются Белые перегруппироваются Таким образом Потом освобождают ферзя Родья должна прикрывать Своего короля Скажем Ферзь Е4 Там Ферзь В6 Как-то И постепенно Постепенно Белые Не нагнетают давление А перестраиваются И выигрывают партию А было сыграно Слон Е6 Собственно Это не выпускает Перевес Уменьшает его Хотя у черных Здесь есть шансы Появили шансы На спасение Ладья Ф8 Ну это не самое точное решение Ферзь Е7 И все-таки Удалось белым Перегруппироваться Правда Есть ход Ладья А8 На Б3 Теперь не сыграете Никуда Ферзь с Ф3 Мешает этому делу А отступление на Б1 Приводит к мату Сходя до 1 в 1 ход Но у белых есть ход Слона 7 То есть Атаковать этого слона Все равно Не получается Никак эффективно Ну скажем Ферзь Ф2 Что такое Ферзь С6 Был сыгран Если Ферзь Ф2 Попытка Выиграть слона Ну есть ход простой Ферзь Е8 Ну как простой Отличение Ладья А8 Слон бьет Ф2 И возникает Вот такое окончание Выигрышное для белых Объективно Почему Потому что пешка Б4 Теперь очень легко Выигрывается Белым королем Король идет вперед Слона Ф2 Эту пешку А полакомиться Белыми пешками На королевском фланге Черное не в состоянии Не получается просто Ну Ферзь С6 Сыграл звездяк Последовало Король Б3 Ладья А8 Ферзь Е6 Размен Вынуждается размен И это совсем просто Выигранная позиция В общем Какие-то ходы Еще делались Можно и король С4 Сыграть А потом угнать пешку Б Ну Чище по-человече Слон Б8 Чтобы не отдавать ничего Сколько главный козырь белых Пешка по линии Б Осталась Король идет на С4 Теперь Слона Д5 Ну и последний ход партии Был Слона Ф4 После чего Полное беспреспективное Дальнейшее сопротивление Осознал Богдан Дяк Пешка Б идет вперед Ну может конечно сыграть Ладья С8 Дяк сдался Ну скажем вот так сыграть Что было Просто король Д4 Ведь хода Ладья Б8 нет Слона Ф4 Контролирует это поле А пешка Б все равно идет вперед И партия заканчивается Ну что ж На сегодня Я сегодня вам больше ничего не покажу Подведу итоги Шестого тура с результатами Результаты вот такие Обе результативные партии Я вам продемонстрировал Как Ливон Ронян В контратаке черным выиграл Максима Барсиела Грава Грубо ошибшегося А Ленинер Томингес В полнейшей борьбе Обыграл одного из бицелидеров Богдана Дяка Фабиана Курана сыграл Ничью с Яном Непомнящим Что касается двух других партий То в них не было ничего То есть не так У Уэсли Соу с Рихардом Ракотом Действительно было немного интересного Она закончилась ничью Без особых приключений А Шахриар Мамедиара Долгое время давил на позицию Элли Зайфи Руджи Я решил эту партию не показывать Чтобы не затягивать программу Все-таки все закончилось миром Без кровопролития Ну и в результате что получилось В результате турнирное положение Стало выглядеть следующим образом Ливон Ронян догнал Уэсли Соу У них у обоих По плюс два По четыре и шести На рубеже 50% Скопилось сразу пятеро Гроссмейстеров Богдан Дяг Ян Непумничев И Биана Круана Максим Ашьярограф И Лениер Домингес Что касается Так сказать Нижней части Зайфи Аутсайдеров То в их числе Два участника Турнира претендентов Рихард Рапут И Лизафи Руджа Ну а кроме того Замыкающий турнир Ну и там Ну и разумеется Обыгрывать своих соперников Коль скоро вы играете с ними в шахматы Очно Или заочно В сети интернет А пока До свидания Редактор субтитров А.Семкин